Я был командиром оперативно-боевой группы «Бадахшан». Четвертая чадистская военная операция «Четвертый каскад». Ну и назвали каскадёры, даже уканцы или разоречки. Как порой, каскадёры, ладно, полетели, сам за себя отвечаешь. Хорошо, ребят, только довезите. Но у нас судьбы разные. Уходят, ребята, потихоньку. Кому-то это напомнит песню Высоцкую, но это только мелодия. Просто судьба моих друзей. С каждым годом их становится всё меньше, я ещё живой. И каждая потеря друга, близкого человека, вот что не говорить, я просто чувствую. Это твоя история и твоя жизнь. И потихоньку вместе с другом, с родственниками, умираешь сам. Это ощущать. Частичка твоя, она умирает. Поэтому вот такая песня. От разной причины. Говорят, что цирроз печени и инфаркт – это болезнь разведчиков. В итоге, может быть, и правильно, но не там, не за рубежом мы убираем. Мы убираем и здесь, совершенно мирной жизнью. От того, что, может быть, не совсем правильно, чётко всё это воспринимаем. А, может быть, заедает ностальгию. Но не важно, чего там уже. Давайте песню споюсь это все. По моих боевых друзей, которые уже покинут мир. Пять каскадёров, лезвиваясь, покручим на помире. Но сверху камни сорвались. И их уже четыре. Однажды четверо пошли в кишат десант под гюльханую. И власть народную спасли. Но их осталось трое. Три каскадёра шли в песках. Придись едва, едва. Один ловушку прозевал. И их осталось два. Из кишлака, услышав крик, решили поглядим. Но там был снайпер-штурмовик. И их уже один. Один вернулся. И ему молиться бы судьбе. Но стал не нужен никому. И главное, себе. За рюмкой, коротая дани. Он сжёг себя дотла. И снова встретились они такие. Вот дела. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла.